Найти украденные картины Левитана теперь, нежели по горячим следам, будет сложнее, уверена ивановский экстрасенс Юлия Жулинская. Она считает, что часть картин уже находится не в Ивановской области, а в Подмосковье, в антикварной лавке. То есть их не показывают, и они где-то в каком-то подвальном помещении, они где-то ниже, то есть они не стоят вот где вот общая комната там. То есть их скрывают, но это часть, опять-таки там только часть. То есть часть там, я вижу, часть у другого человека, то есть их разделили. Сразу говорю, найти уже сложно. В Плёвский музей доступ экстрасенсу не дали. Юлия уверяет, если бы она попала внутрь, то смогла получить больше информации, а сканировать с улицы очень сложно. По словам ясновидящей, это преступление совершили трое мужчин. Причем заказ был на две картины, еще три они взяли попутно. Один заказчик, двое исполнителей, но, мне кажется, они кого-то еще подкупили. Связаны вот как раз с электричеством, которое выключилось в нужный момент, и почему-то в это время аллея не была освещена. Даже люди это подтверждают косвенно. И, собственно, этот человек уже знал, куда картины, хотя бы часть уже продал. И, скорее всего, уже они проданы. То есть, возможно, две. Или одна-то точно, ну, думаю, и вторая тоже. Но они ближе туда, в Москву ушли, то есть в ту сторону. То есть я вижу, что они разделились как бы. Вот, но он живет недалеко от Плеса. Сам человек на Хосте, который все это организовал. И там, где они все находились, это недалеко от Плеса. Я даже дала вот какую-то ориентацию, вот в интернете выложила, что ко мне Левитан, когда пришел, он меня просто пронес вот от этого дома вот туда-назад, в сторону Москвы, вот чуть-чуть пронес и показал вот это за этим холмом, там деревня. Но он не сказал название конкретно, он сказал, что это острое означание. Название – это острый предмет, неважно какое. То есть в этой деревне мои картины. Вот он конкретно просто сказал, что это недалеко. Юлия Жулинская сделала предположение, что преступники уходили не по воде. И полиция с ними разминулась совсем немного. Человек, который замешан в этом был, находился в Плесе. И в это время в темноте они просто спокойно туда вошли и затихли как бы. Это вполне вероятно, то есть они никуда, возможно, даже не ездили, не перебирались, пока вся эта шумиха не уложилась и так далее. Юлия привыкла работать руками, но иногда для подтверждения своих мыслей использует маятник или руны. Эти магические знаки помогают охарактеризовать любую личность. По мнению экстрасенса, заказчика и картины найдут спустя три месяца поисков. Произойдет предательство со стороны тех самых людей, которые были наняты. Или что-то там у них какая-то неразбериха, может быть с деньгами, может еще с чем-то тут дело такое тонкое. Или жадность, как говорится, сгубит этого человека. Но это даст как раз-таки способ найти картины, то есть это проявит себя и все. И картины найдутся от трех до шести месяцев. Как закончится на самом деле эта история с похищением картины Витана, мы вам обязательно расскажем. Телеканал РТВ Иваново будет следить за развитием событий. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.